В 1991 году согретый лучами перестроечной оттепели российский народ вышел на улицы Москвы защищать свою свободу. Тогда появилась слабая надежда, что этот народ сможет наконец стать другим и никогда больше не позволит надеть на шею ярмо диктатуры. Погибли простые парни, темная империя зла покачалась несколько дней и рухнула. Глиняный колосс не устоял под солнечными лучами. Но надежды оказались ложными. Народ, столетиями носивший невольничьи цепи и склонявший колени перед своими господами-самодержцами, никогда не сможет быть свободным. Он просто не знает, что нужно делать с этой свободой. Свобода чужда самой сущности угрюмых и злобных созданий. Свобода пугает, потому что она подразумевает независимость. А по-настоящему независимыми московиты не были никогда. Поигравший в демократию народ полностью разочаровался и свернул в привычные для себя темные подворотни. Там уже ждал блеклый, невыразительный тип, который точно прочувствовал настроение толпы. Он с удовольствием предложил то, чего так жаждала эта толпа. Вытащил из кармана дудочку и, подобно крысолову, повел привычными тропами к светлому прошлому. К тому, где было вроде уютно, вроде как сытно, где на первое мае шли по улицам толпы улыбающихся демонстрантов, где радостно ежедневно неслось из радиоточек широка страна моя родная. А на страже родины стояла крепкая, непобедимая армия, и враги очень ее боялись. В этом прошлом было очень удобно жить. Черные фары у соседских ворот уже забылись, как неприятный сон. Да и был ли он? Может, у кого-то и был. Может быть, вполне заслуженно. В те времена вообще было столько врагов, что и не разберешь теперь. В том прошлом много говорили о мире и крепко о нем заботились. Чтобы никто не смог посягнуть на мир, создавали бомбы, ракеты, начинали войны и стирали в пыль города. И вот блеклая моль наобещала вернуть утраченные радости и потащила за собой в привычные темные глубины. Довольный народ бодро отправился туда, позабыв обо всех ужасах, про которые читал в конце 80-х, и понадеялся, что рецидива не будет. 20 лет новоявленный мессия строил мироздание, погружаясь все глубже в пучину, пока реальность в его черепе не стала напоминать холсты босха. Сидящий в полуразваленных перекошенных избах без простейших благ цивилизации народец снова начал бредить величием. Окунуть лапти в Индийском океане и пройти победным маршем по Европе, наматывая на гусеницы танков сытый мирок, которому они испытывали жгучую ненависть. Такая программа «Минимум» не раз была озвучена с официальных трибун, но мало кто обратил на это внимание. В 21 веке подобные заявления звучат сюрреалистично, но суть в том, что новоявленный крысолов и был продуктом сюрра, где и зародилось его сознание. Он объявил миру войну, а до мира так это и не дошло. Мир заискивающий заглядывал в глазки разбухшего от собственного величия диктатора и аккомпанировал его дудочки. Увы, теперь все увидели, что вырастает при молчаливом невмешательстве и попустительстве. Когда величие разбухает, оно уже не может оставаться внутри и судорожно ищет выход, снося любые ограничения и крыши. В лучших традициях оно бомбит мирно спящие города, оно превращает в пыль больницы и школы, уничтожает все живое на своем пути. Армия рабов выступила против тех, кто рабом быть не желает. Стремясь навязать ценность звенящих кандалов, армия рабов разрушает все на своем пути. Но свободный человек всегда сильнее скованного цепями и страхом холопа. Свободный человек на своей земле становится подобием мифического Антея и крушит незваную Орду. Пришел момент истины. Или мы выстоим и защитим право на свободу, или они затащат нас следом за собой в мрачные подземелья ада. Другого выбора нет. Устоять на грани между не получится. Кремлевский упырь сделал решающую ставку, поставив на кон существование своей расползающейся по швам страны. Подлые античеловеческие методы ведения войны показали звериную морду диктатора. Со всех сторон его окружает тьма, ненависть и проклятие. Блеклый дудочник пошел проторенным путем дяди Адика, совершенно забыв о том, каким был итог пути предшественника. Никакой бункер не спасет от возмездия, как бы глубоко оно не зарывалось в землю. За свои деяния нужно отвечать. Август 91-го зажег огонек надежды в московских окнах. Февраль 22-го показал, что жечь там больше нечего. Нет больше свечей и спичек тоже нет. Все граждане ушли вслед за своим поводырем в мрачные подвалы. Жители Третьего Рейха могли бы рассказать много интересного из серии о том, что народ не несет ответственности за деяния своих фюреров. А оказывается, несет. Еще как. Все, что выдудел этот фюрер, теперь будет аукаться похоронным маршем грядущим поколением. Даже когда расползется по швам их недоимперия, они вряд ли поймут до конца, что произошло. Они будут выть, размазывать сопли, хотя знают, что даже столица их Мордора слезам не верит. Каждый идет своим путем. Их стезя вперед за русским кораблем. Неспокойной волны им в этом увлекательном плавании. Субтитры создавал DimaTorzok